Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь рецептом фруктового желе из желатина. Очень красиво смотрится такое желе, если его сделать из контрастных по цвету соков. При застывании емкость желе можно наклонять, тем самым придавая интересный вид или просто чередовать разноцветные соки, делая десерт полосатым. Перед тем, как начать готовить, советую прочитать инструкцию на упаковке вашего желатина, потому что желирующие свойства отличаются в зависимости от производителя и вида желатина. Например, желатин в пластинах обладает меньшей желирующей способностью, нежели порошковый желатин. Итак, 1 столовую ложку желатина заливаю одним стаканом холодной воды и оставляю примерно час для набухания. Далее готовлю соки, на основе которых будет готовиться желе. Соки могут быть как пакетированными, так и приготовленными в домашних условиях. Четких рамок по сочетанию видов соков нет, все зависит от ваших предпочтений. Единственное, эффектнее будут смотреться контрастные по цвету соки, но можно приготовить и желе одного вида. Далее в кастрюлю вливаю ананасовый сок, туда же добавляю половину желатиновой массы. На этом этапе обязательно пробую на вкус. Если сок кислый, то добавляю сахар по вкусу. Нагреваю сок до растворения желатина и сахара. Далее сок разливаю по емкостям и отправляю до полного застывания в холодильник. В ананасовый слой можно добавить кусочки или ломтик ананаса. Желательно желе разливать в прозрачные стаканчики или креманки. Со следующим слоем поступаю так же. Вливаю в кастрюлю вишневый сок, добавляю остатки желатиновой массы и подогреваю до тех пор, пока желатин не растворится. Вишневый сок аккуратно вливаю на хорошо застывший ананасовый слой. Сверху можно украсить ягодами или фруктами. Идеально украшать теми ягодами или фруктами соки, которых использовались в приготовлении желе. Например, в ананасовый слой стоит опустить кусочки ананаса, а в вишневый в вишню. Осталось только дождаться полного застывания. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!